Сия! Так приветствуют друг друга в Венгрии. С вами снова программа Финоугория. Сегодня мы расскажем вам о церкви, которая напоминает упавшую тарелку НЛО. Познакомим вас с удмуртской исполнительницей Аленой Тимирхановой и послушаем песню закамских удмуртов. Но сначала по традиции расскажем о том, что происходит в финно-угорских регионах. В социальных сетях ищут звезд Финоугории. Общество Финляндия-Россия объявило конкурс финно-угорских звезд. Организаторы ищут людей, которые ведут страницы и блоги на финно-угорских и самодейских языках. Об объявлении конкурса организаторы заявили в ролике на Ютубе. В конкурсе могут принять участие все желающие, как новички, так и опытные пользователи. Это может быть видео, блог или другая активность в интернете. Стиль и канал не имеют значения. Главное, что это пропагандирует наши родственные языки. В конкурсе есть три направления. Первый уровень – это для начинающих соцсетеров, тех, которые только начинают свою карьеру. И второе – это уже для опытных, энтузиастов. А третий уровень – это для музыкальных групп. Максимум до пяти человеков. Помимо использования в работе финно-угорского или самодейского языка, будут учитываться контент, энтузиазм, результат или количество подписчиков. Для участия в конкурсе нужно отправить ссылку на страницу, канал или видео в соцсетях. На сайт до 16 июня. К концу месяца будут определены победители. Лучших пригласят на гастроли в Финляндию во второй половине октября. Там они будут презентовать свою деятельность на различных площадках, в том числе в учреждениях образования. Каждое третье воскресенье мая в Республике Коми отмечается День Коми письменности. В этом году он выпал на 19 мая. В Дни Коми слова общественники и активисты проводят различные акции и мероприятия, посвященные родному языку. Этот год также не стал исключением. В этом году День Коми письменности приобретает особую значимость. Ведь 2019-й был признан ООН как Международный год языков коренных народов. И для всех народностей это стало знаком особого уважения и любви к родному языку. Центральной площадкой празднования Дня Коми письменности в Республике стал Дом дружбы народов. Именно там в рамках торжественных мероприятий представили в том числе и новые электронные разработки и проекты по Коми языку. Коми письменности в Республике стал День Коми письменности в Республике. Республика Коми по праву считается одним из лидеров в области информатизации финно-угорских языков. Ведь создание и развитие электронной письменности – важнейший фактор выживания национальных языков в условиях общей глобализации. Так, во время презентации языковых инноваций представили портал по изучению языка Коми Кыв и электронные формы школьных учебников по Коми языку. А еще и тематические программы телеканала Юрган. Мы делаем много проектов на Коми языке. Естественно, телевидение не может научить языку, но телевидение может пропагандировать язык. Она может подвигнуть людей, учить язык, понимать или пытаться понять культуру народа. То есть мы как раз находим какие-то экспериментальные формы, чтобы показать. А вот смотрите, Коми язык можно, оказывается, использовать и в такой передаче, и в таком жанре. Поэтому и появились наши такие знаменитые вещи, как дублирование лучших художественных фильмов российских, лучших мультфильмов. Мы показали, вот. Как отмечают организаторы, на данный момент очень важно и дальше продвигать Коми язык и письменность. Причем не только на телевидении и в печатных изданиях, но и особенно тщательно во всемирной паутине. Ведь если язык входит в систему киберпространства, у него есть будущее. Что может объединить воспитанников детского сада и профессиональных музыкантов? Республиканский марафон кантелистов. Он прошел в Карелии в доме Кантели и был посвящен столетию знаменитого музыканта Максима Гаврилова. Это уже третий по счету марафон. В этом году мероприятие собрало около ста участников из различных музыкальных учреждений. Петрозаводска, Пряжи, Шалтозера и Кандапоги. Марафон начали музыканты ансамбля Кантели. Сказочная мелодия успокоила взволнованных участников и увлекла простых слушателей. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На марафоне звучали народные наигрыши, классические композиции, а также музыка из мультфильмов и кинофильмов. Нашлось место и современным авторским произведениям, например, исполненным солистом Денисом Козловым под аккомпанемент ансамбля «Кантели» пьесе «Водитель тройлейбуса». Мелодия красочно изображает хаос городских звуков, облагороженный и упорядоченный переборами «Кантели». На марафоне звучали народные наигрыши, классические композиции, а также музыка из мультфильмов и кинофильмов. Нашлось место и современным авторским произведениям, например, исполненным солистом Денисом Козловым под аккомпанемент ансамбля «Кантели» пьесе «Водитель тройлейбуса». Мелодия красочно изображает хаос городских звуков, облагороженный и упорядоченный переборами «Кантели». Обычно церкви привлекают внимание туристов своей историей и архитектурой. Церковь Темпели-Аукио в Хельсинки разительно отличается от своих собратьев. Построенная в конце 60-х прошлого века, она заключает в себе множество других достоинств. Идея воздвигнуть церковь на том месте, где сейчас находится Темпели-Аукио, возникла еще в 1906 году. Однако из-за двух войн – зимней русско-финской и Второй мировой – строительство легендарного здания началось только в 1968 году. Его возглавляли братья Суома-Лайнены, которые и придумали поместить культовое сооружение прямо внутрь скалы. Дальнейшая история церкви напоминает историю Эйфелевой башни. Публика совершенно не была готова к экспериментам и предпочитала традиционную архитектуру, смелым и экстравагантным постройкам. Темпели-Аукио получила от любителей консервативного искусства такие нелестные прозвища, как антидьявольский бункер и мечеть в камне. А на стенах шедевра даже рисовали граффити в знак протеста. В итоге смелый проект обошелся всего в 4 миллиона марок. Примерно такая же сумма в те времена тратилась на сооружение обычной школы. В качестве подручного материала были выбраны скальные породы, которые можно иногда встретить в столице Финляндии. Рабочие поступили следующим образом. Они взорвали скалу, а сверху воронки поставили купол. Так получилась церковь. Эффект вышел действительно потрясающим. Со стороны церковь напоминает упавшую тарелку. Особенно этот эффект виден вечером, когда работает подсветка. Такое НЛО, прилетевшее в гости к финнам. А внутри оптический обман создает иллюзию, словно стоишь под высоченным куполом. Но на самом деле его высота составляет 12 метров. Что интересно, в Темпеле Аукео нет колоколов. Их звук записан и раздается перед началом служб из мощных и качественных динамиков. Знаменитый музыкант Мстислав Ростропович считал, что здесь самая лучшая акустика в мире. Службы в Темпеле Аукео проводятся по выходным или во время местных праздников. Сначала идут богослужения на финском языке, а затем на английском. Во время исполнения церковных гимнов к пению часто присоединяются все прихожане. Выглядит и звучит такое массовое пение очень красиво. Сегодня мы хотим познакомить вас с автором и исполнителем удмуртских эстрадных песен Аленой Тимирхановой. Еще будучи школьницей, Алена участвовала в музыкальных конкурсах и фестивалях. Алена закончила Удмуртское республиканское училище культуры на отделении народного пения. Во время учебы была солисткой студенческого ансамбля «Зангари». С 2012 года она живет в Удмуртии и выступает в концертах совместно с Николаем Анисимовым, Иваном Котельниковым, Андреем Корниловым, Ириной Филимоновой. Среди наград Аленой Тимирхановой гран-при международного конкурса «Молодые голоса», музыкальной премии «Зарни Перепечь» и шоу-проекта «Кык Кизилиас». Дуэт Алены Тимирхановой и Альфиры Камалдиновой «Гербер» был отмечен высшей наградой конкурса «На крыльях таланта» в Санкт-Петербурге. Широкую известность Алене Тимирхановой принесли выступление в творческом дуэте с Николаем Анисимовым. Наибольшую популярность принесла им песня «Италмаз», которая стала хитом. «Италмаз» – песня про любовь. «Италмаз» – удмуртское название купальницы европейской, одного из символов Удмуртии. «Италмаз» – удмуртское название «Италмаз» 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 Я ряту на тугане Ой, талмас и талмас Я ряту на шешкайе Ой, талмас и талмас Я ряту на тугане Ой, талмас и талмас Талмас и талмас Я ряту на шешкайе Ой, талмас и талмас Под эту мелодичную композицию Закамских удмуртов Мы прощаемся с вами До встречи, Финногория